Школа активного гражданина – лучшая возможность для молодежи расширить кругозор, познакомиться с людьми из разных сфер и найти свой авторитет. Темы встреч всегда разные. Сейчас проект приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. На этот раз учащиеся старших классов 30-й школы разговаривают с заместителем председателя Бобруйского горисполкома. Здесь касаются как профессиональной деятельности Виктория Милюсик, так и личных предпочтений. Детям всегда интересно. Они рассматривают собеседника, они с позиции возраста и даже не с позиции должности. Они рассматривают просто как человека, у которого есть субъективная либо объективная какая-то позиция и примеряются вот к этому положению тоже в том числе и они. Как бы они себя вели, что бы они ответили, поэтому интересно наблюдать за глазами детей. Учащихся профессионального класса больше всего интересует педагогическое прошлое гости, ведь многие из них хотят связать свою жизнь с преподаванием. В кабинете звучат не только советы, но и истории жизни. Именно они пробуждают в ребятах любопытство. Вопросов становится только больше. Касательно педагогики, это то, что нужно быть хорошим учителем, не заострять внимание на плохом, а видеть все только хорошее в любых ситуациях, выходить из ситуации в любом положении. Чуть позже уже другая встреча. В гостях 27-й школы начальник УВД Бобруйского горисполкома. Андрей Говорака делает акцент на историю войны и патриотическое воспитание молодежи. Особое внимание полковник милиции уделяет роли книги в жизни молодых людей. Напоследок гость делится любимыми писателями и советует всегда идти к своей цели. Возможно, надо из разных отраслей, наверное, брать выступающих, для того, чтобы мы общались на разные темы, расширяли кругозор друг друга, получали, обменивались мнениями по каким-то интересующим нас вопросам, которые у нас в обществе, возможно, складываются. Была очень интересная беседа с очень интересным человеком. Мы для себя узнали очень много важных вещей, то, что нужно изучать досконально историю своего родного края, больше читать, интересоваться чем-то, заниматься спортом. Патриотизм не возникает из воздуха. Он рождается с годами взросления, с играми на родных улицах, с изучением истории и с общением с людьми, преданными своей родине. Проект «Шаг» дает подросткам одну из этих возможностей – встречи с теми, кто ценит и оберегает Беларусь. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.